Скажите, правильно я понимаю, что в компанию Dragon Capital достаточно часто обращаются зарубежные инвесторы, которые хотят вести бизнес в Украине? Ну, скажем так, основное направление, основная группа инвесторов, с которой мы работаем, это люди, которые инвестируют в акции украинских компаний или в облигации, или в государственные облигации, или же в облигации наших эмитентов, как метинвест, как в новом инвесторе, как в продуктах, например, и сам инвест. Я просто почему задаю этот вопрос, меня интересовало вот сейчас, да, какие из отраслей украинской экономики Вы советуете для инвесторов, какими Вы считаете потенциально важными и, возможно, в ближайшее время, которые будут развиваться? Ну, Вы знаете, вот и в прошлом году, я думаю, в этом году для один из секторов, который будет привлекать инвестиции, который мы рекомендуем, остается сельское хозяйство. Хотя там, как Вы говорили, в целом по сектору там был очень маленький рост, но этот рост зависит от, просто показывает урожай, да, сколько мы в этом году собрали урожай, это зависит от погоды. Вот, но как потенциальный, да, по своему потенциалу сектор очень сильный. И сейчас там появляется немало хороших игроков, то есть инвесторы смотрят не только, сколько производит какой-то сектор или предприятие, а на том, насколько внедряются какие-то новые технологии, сколько эффективно ведется бизнес, да, как он развивается, как он ищет новые рынки сбыта. И вот то, что мы сейчас видим, есть немало компаний в этом секторе, которые очень хорошо все зарекомендовали и которые будут продолжать развиваться. Ведь внутренний спрос, вот сейчас только первое, делать шаги по восстановлению, то есть в 2010 год у нас прошел под эгитой роста, которым двигал экспорт, да, то в 2011 год все большую роль будет играть внутреннее потребление, да, потому что люди уже готовы немножко больше тратить свои успережения, стали немножко больше зарабатывать, да, у них уже есть возможность немного больше покупать. Вот, и этот же внутренний спрос, он будет поддерживать экономику, и опять же, он очень хорошо повлияет на то производство, которое у него ориентировано, фактически, это продукты питания, да, так это легкая промышленность, ну, это все то, что каждый покупает. Вот, поэтому, да, это один из таких основных лидеров экономического роста, и тут и хорошее место для инвестиций. Вот, я думаю, что в этом году также будет хорошо развиваться банковский сектор, да, то есть мы также рекомендуем смотреть на банки. Вот, что касается экспортно-ориентированных секторов, да, я думаю, что машиностроение будет одним из тоже привлекательных для инвестирования. Что касается металлургии, ну, тут тоже, как бы, основной момент уже спинопущен, да, то есть кто-то в прошлом году инвестировал, поэтому на фоне прошлого роста тоже настолько привлекательный сектор.